Я купила, ну, так, когда-никогда одеваю. Я говорю, ну, что хотела сказать. Девчонки, взрослые модели. Да, там, что-то, ничего, что-то. Не, все, ну, как бы, люди есть, они так, они нормально по всему. Ну, я похвалить хочу. Девчонки, взрослые модели, фотографы и фоткают, они не знают, как ставить. Да. Они их не могут, они... Сейчас они просто стесняются, что они стесняются. Просто она говорит, что она модель. И она стесняется. Я стесняюсь перед вами. Я же не модель, я все притюшиваю модель. Ага. А вот тебе, я же с Аней, мы в прошлом году снимали, вообще офигела просто. От того, как она работала. Саня? Да. Если честно, я помню, с Ромой, это вот с Виталиком мы хоть знакомы, мне кажется, полегче, сейчас попроще будет. У нас уже с Виталиком мы уже работаем как пара. То есть мы работаем модель, у нас есть торговый центр «Мармелад», и мы модели. Ну, то есть там рекламируем магазины, которые внутри «Мармелада», ну и в целом там, ну, как-то так это происходит. И нас случайно поставили вместе на съемку, на видео. И потом в комментариях, когда начали вставлять, ну, на ссылку в инстаграме «Мармелада», ой, какая красивая пара, ой, какая красивая. А мы как бы не пара, просто работаем, и как-то оно так и началось. И вот сейчас, сегодня он будет женихом, и тут немного попроще, чем тогда с Ромой, потому что тогда мне Юлия, помню, написала, в 11 часов вечера нужна модель. И я говорю, да ладно, хорошо, вообще без проблем, круто. И тут в один момент она такая говорит, типа, ну, нужен еще жених. А у меня мальчик-то в армию шел, буквально месяц прошел, и я думаю, где мне найти сейчас пацану? Ну, я же понимаю, что это в Ростове, со мной вряд ли кто-то еще поедет из Тагадрога. Я же помню, что здесь в Ростове есть модель, и мы с ним один раз в жизни видели. Ну, то есть я знаю, что он как-то... Я думаю, ну, ладно, позвоню. Я звоню, Рома, как-то так-то, тебе удобно, хорошо. Это время, да, не забывай, сколько было? 12 уже, наверное. Да, да, на следующий день. Он такой, ладно, хорошо, все, без проблем, как получится. В конечном итоге встретились. Я помню, у нас сначала в студии было два фотографа, мы фотографировались. Ну, в основном, как бы, наряды меня фотографировали, а потом, когда поехали. Домик, там какой-то коттедж красивый. А мы... Добавился еще один фотограф. Она, походу, не была в курсе, что мы не настоящая пара или еще что-то. Я помню, когда мы фотографируемся, вот мы стоим, обнимаемся, и она в один момент говорит, ой, да что вы как неродные, поцелуете, что ли? Я помню. Это неродные. Да, ну да, она говорит, чего вы так стомничаете? Я думаю, ну, понятно. Ну, это вообще, конечно. Почему? Увелись в роль? Не, ну, незабываемая, конечно, опыт. Вот, с другой стороны, мне потом началось, это все спонтанно получилось, и по факту, только на следующий день уже, когда все произошло, и бабушка узнала, что такая съемка была, и мама, и так далее, и вот бабушка больше всего начала. О, боже, ты же знаешь, что плохая примета, слабенькое платье на свое надевать нельзя, все, замуж не выйдешь, и я думаю, ну, все. Что примета, что не примета? Юля, я не знала, что ты платье делаешь. А, что ты думала, я делаю? Вот только такие детские все. А, нет, у меня же еще свадебные есть. Я, может, я с детской, да, написала? Да. А, у меня же свадебные есть. Ну, и по детской воде тебе думала. Ну, да? Нет, у меня еще свадебные. А, где ты третий покупала? Нет. На Умати. На Умати, да. Не понюшу, что. Блин, это было. Это же давно было. У меня свадьба была в 2014 году. Все, 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 все. Мне кажется, это даже не актуально уже. Да. У меня однажды была невеста. Слушай, мы с ней очень прям долго общались. У нее такая стресса, стресса, стресса. И мы обсудили, какая будет прическа. Я так уже представила, думаю, это будет космос. Стрессом вообще. Я приезжала, она сделала искусственный тресс. Это же комок. Это же комок. Это просто ужас. Я думаю, зачем вообще экономить на лучшем. Вообще их лучше, вообще их не брать. Я просто тоже выбирала. Они были там намного дороже. Но я когда увидела просто вживу, щупала, я говорю, я это не возьму. Конечно. Это просто ужас. Сколько им, 7 лет, посмотри. Натуральный волос есть натуральный. То есть, и я помню, такая привилегивающая, когда он не тот оттуда, думала, блин, экономить на трессе. Естественно, от своих волос они отличались. Да лучше не брать, чем искусственный. Конечно, он вообще есть. Здравствуйте. Для обслуживания жителей Армянской Саларии. Воспользование... Google представила Nearby Share. Это аналог AirDrop для Android. Просто выкрытие файла. Системка... Интересно будет того, чтобы волосы были гуще или длиннее? Гуще, длиннее. Есть просто длиннее намного. Добровато и средний. Я их уже половину вычесала. Их каждый раз расчесываешь, все равно на расческе остается. Их в любом случае, ну вот, один раз прическу сделала, потом нужно мыть, причесывать. И как бы их уже много вычесалось до этого времени. Все новые серии будут выходить в 20.00. Специалисты разберутся. Назвала эфир. Подготовка к свадьбе. Спрашиваю комментарии. Куда собралась? Ну, слабо. А я не вижу, что пришло. Со зрением плохо. Да, видать же плохо. Это не советский телефон, а машинка работает. Все, работа кипит. Не, лицо не грустное, все хорошо, все классно. Уже снятся страшные лица. Уже снятся, что у нее я не даже доискнулась. Ой, а как же вам там еще разбирать? Да, вот я тоже думаю, как мне вот это все обратно передавать. Не, ну, мы, наверное, вы спите в том, как-то, но я не забрала. Я потом тебя не увидела уже. Я думаю, если мне поедет, я вообще неизвестно, что происходит. Вот я единственное, что знаю, 23 августа. Крыму показ. Все, это вот единственное, в чем я уверена, и так далее. А теперь я даже по поводу Питера никак не начинаю. А ты уже билеты взяла туда? Нет, нет. Я вот смотрела на сентябрь, ну, как-то по 4 тысячи лет. Я в июне ездила в том году за 5. Всего на тысячу дешевле 8. Ну, в любом случае, у меня учебный год начинается с 1 октября. И 1 октября нужно подать документы, привезти и так далее. То есть я раньше думала, приехать к сентябрь, чтобы месяц пожить, как бы посмотреть, да, что и как, устроиться на работу. Ну, то есть такой период. Перед. Вот. Ну, а теперь что-то на метод. В этот раз я не своего жениха взяла на съемку. Своего жениха нет. И вот. Не, ну, лучше же, чтобы съемка была качественной. И человек был профессионалом в этом плане. В плане позирования, скорее всего. А, он тоже, да, с таганрога? Да, он и с таганрога. Ну, у него тоже есть опыт в съемках. Он в основном рекламирует костюмы. То есть такие не спортивки, а, вот, блин, он такой широкий, мужественный. Ну, в общем. Как раз легко. Веселенький, с юмором. Веселенький, с юмором. Веселенький, с юмором. Веселенький, с юмором. Я их искала больше года, я даже не помню, когда я их последний раз одевала, но я их делала, но я их делала, давно ими не пользовалась, мы сейчас туда-туда переезжаем, я уже вчера спросила, в какой район? Там и западный, там и жили, да? Там и сейчас в центре живем, а там и западный. Вот, и там куча пакетов, а я помню, что вот недавно от нам их забирала, а когда их делала в упор, не помню, вообще, и я вчера уже в 12 часов ночи как-то с последней надеждой рылась и нашла. Я помню, раньше думала отращивать волосы, чтобы их продать. Ну вот, ну что-то продал. Я думала, это прашный, но это уже модированные волосы. Там что-то не есть. Какое-то тонирование. Интересно, волосы дорого? Да. Ну что-то я в районе 5 тысяч тогда покупала. Ну, сейчас будет вот такой набор тысяч семь здесь. Нет, насколько я помню. Я не понимаю, я привезу. Я тебе на боку, он завел. Не работает. Сейчас, смотрите, в наличии сейчас крем, розовый донбол, шарик. Я посмотрю, есть там наличие там. Там что-то в поставке в бедажах. А федеральный друг много товаров, и что? Я сегодня на недавалке. Теперь в машине сегодня. Очень вкусно. Да. 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 Да, я не знаю. Да. 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Конечно, даже налики я смотрелся такие, я особо не заморачивалась по поводу этой скорости, но до последнего момента я верила в то, что его не будет. А потом я подумала, что платье в пол все равно нужно иметь какой-то праздник или еще что-то, или там фото. И чтоб такое праздничное было все равно. После нашей съемки, когда первого августа, буквально через несколько дней, я решила покраситься всеми. Синий? Да. Ходила и, значит, синими волосами. Они мне давали зеленцой. Именно краской? Нет, тоникой, тоникой. Ну, как бы, я уже много раз такие эксперименты устраивала, но тогда что-то пошло не так, что у меня зеленца прошла лишь зимой. То есть у меня обычно тоника, ну, максимум месяц и то, какой бы я. А я разные пробовала. И красные, и фиолетовые, и коричневые, и тупо-черные. Ну. Я не вездаю, здравствуйте. Вот. То есть, таким образом эксперименты такие стволы, ну, оно все быстро подходит. Оно на той тоникой, как бы, красится всегда успеет, но зачем волосы? Ну да, конечно. А тоник, это такой вариант, не очень понравился. И я помню тогда... Вот я им всегда... Я помню, первый цвет, который у меня был, это было индийское лето. Вот это алый цвет. А тот чуть-чуть как ближе к адмии. Ну, то есть такой прям... Он был нереальный просто. У меня были фенцы, такие красивые. Прикольно. Да, синий, конечно, он держится синим, только... Ну, два раза голову помыл, он уже бирюзовый. Вот. Потом после бирюзы зеленый сильно отдается. Там уже, ну, другие. Ну, в общем, ходишь как попугай красивый. Вот. Ну, у меня... Ну, что случилось? Я же до свадьбы все была натуральная. Вот такой цвет волос, все такое не пробую. А потом я пытаюсь помнить. Ну, примерно 10-го. Ну, есть зеленца, знаешь, такой оттенок. Да, да. До сих пор. Я буду в шоке, потому что такого никогда не было. Хотя краска одна и та же, которую я использовала. Вот. И в конечном итоге, когда я тогда покрасилась... Ну, все. В принципе, думаю, до первого сентября оно смоется, все будет в порядке, все будет нормально. И потом меня Марина, мой директор с модельного гимнера, отправляет на кастинге боевую. Вот. А там нужны натуральные девочки. И на меня смотрят по параметрам, по всем костюмам. Ну, вот вы там зайчики и так далее. Все, это шикарно. А на эти волосы смотрят и говорят, все, нет. Только из-за волос нет. Уговоры и так далее решили, что да, все хорошо, ну, без проблем давайте. Она говорит, если там до сентября смоется, хорошо участвуешь. Я говорю, да все смоется, столько удобно. А она не смывается и не смывается. И сколько я пробовала и так далее. А потом в итоге, чтобы как-то они меня... Я им фотографии под отчет прислала, чтобы у меня волосы моего цвета. Я помню, перекрываю другой тоникой темно-коричневый. Она берется нормально, я фотографирую, показываю. И вот день, когда там было два дня мероприятия. Господи, здесь в Ростове. Ну, я не знаю, как этот отель называется. Ну, вообще не особо разбираюсь. Я в местах здесь еще не разбираюсь. Ну, в общем, был там съезд врачей. Ну, и плейбой. Получается... Маринспар-котель? Нет, не Маринспар-котель. Это вот там был показан Шамала Махмедова АТО. Бам-бам-бам. Ой, я не могу сказать. Ну, тоже какой-то отель. Я помню, съезд был. Очень много. Ну, вообще был такой съезд курологов. И мы плейбой рекламировали препарат Афалазы. Это вообще-то самый такой невероятный опыт, наверное. Это было два дня. 16 и 17 число. И я помню, мне 15-го говорят. Нет, извините. Но вы нам не подходите. А я уже собралась. Я уже была готова. Там, грубо говоря, школу отменила. Потому что это был будний день. И я думаю, ладно, хорошо. И потом мне на следующий день, ну, то есть в 16-го, когда проходило мероприятие, мне позвонили и сказали, что девушку, ну, которой решили заменить меня, она просто была выше. Такого же типажа, как я. Просто я был карлик среди всех со своим ростом. А там все девочки такие высокие. И решили взять ее, но она оказалась, ну, по харизме и так далее. Ну, в общем, там нужно что? Сдержанность. Потому что мужчины подходят. И, конечно, в откровенном виде. Да, и пофотографироваться, и шутки, и еще что-то. А она там началась какой-то скандал. Типа, да что вы и так далее. Ну, в общем, неприятная ситуация там произошла. И мне позвонили и сказали, на 17-е число. Да, то есть на второй день вы сможете приехать? Я говорю, да, смогу. И вот я приезжаю. Мне начинают, как бы, волосы у меня относительно моего цвета. Думаю, все нормально, все в порядке. И там мы основательно готовились. И мне так сухой шампунем пришили. Точнее не сухой, а пенку проводишь, но она подсушивает и волосы чистят. И она говорит, да что у меня пена коричневая. А я сижу, и я понимаю, что это капец. Вот, потому что коричневая краска начинает смываться. Я говорю, да вы меньше пены, меньше пены. И в конечном итоге, я помню, у меня были локоны. Сдалека, ну так не скажешь, нормальный цвет волос. Ну то, что локоны как-то, оно так красивое. А я помню, это мне Лена, директор. А я, вот что это за подстава и так далее. В конечном итоге, за счет того, что работа была нормально, все в порядке, никого ничего не смутило, все хорошо. У них, как бы, такое девиция, девушки натуральные. Без татуировок, без ничего. Ну там одна скрыла, что у нее костюм сполз в один момент. У нее на лопатке татуировка. Там тоже, ну в общем, многие так девочки обманывали. А меня, кстати, нигде ничего не спрашивали. Везде связывались через моего директора с модельного агентства. Мы просто сидим за обедом. Там у нас был обеденный перерыв. Мы общаемся между собой. Ну вот мы сидим четыре, три зайчика, девочки. Там наш футбукер, который продвигает. О, здорово, правда. И сидит, собственно, это Лена. И мы чего-то обсуждаем, то, чего добились, то, чего достиг, то, где отучился. Ну а я как-то так невзначай и говорю, ну и я типа еще учусь. Она кого? Я говорю, в школе. И на меня так... И кто-то всех шок, да? И на меня так, типа, все посмотрели. И я говорю, а разве... Я говорю, Марина не присылала в мою подфолию, там, или еще что-то? Я говорю, тебе сколько лет? Я говорю, семнадцать. И она просто на лицо чуть в тарелку попала. Конечно. Потому что... В принципе, наказываем, да? Если для плейбоя... Да, и она, конечно, я говорю, ну что, мы-то просто ходим, улыбаемся. Все в порядке. Ну, конечно, это было что-то еще. Ну, конечно, это было что-то еще. Ну, кажется... Я даже не понимала, как работать. Как тут можно заработать деньги. Я тоже. Я сидела как-то... Я хотя... Дитек-ложек. У меня с самого детства стремление было к зарабатыванию денег. Я вообще не понимала, как это нужно делать. Это я, наверное... У меня внутри программа, это, помните, фильм? Сейчас я вспомню. Джим Керри, вроде, в главных ролях. Никогда не говори. Всегда говори, да. Да. А что там? Ну, ему там предлагают прыжок с парашютом. Да, 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 да. Там все соглашается, да, там везде постоянно принимают участие. И я, конечно, посмотрела этот фильм. У нас хотя бы... Пропустишь туда? Да, да. Ну, да, сейчас. Короче, я... Все, хватило, слышишь? Мать, я купила. Иди сюда. Анжелика Лазарева спрашивает, какой лак используешь для волос? Шварцкопс. Я покажу. Силуэт. Длинный, я не знаю. Шварцкопс. Силуэт. Жидкий лак. Самое. Самое. И вот. Вот такой вот. Мне очень нравится. Ну, а также я люблю киджи. Которая... Которая сейчас не закончится. Серий. Такое. Космос. 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 От gently edited your eyes. Космос. Космос. К Red Watch. Амжелика написала «Спасибо девочке». Очень красиво получается. Что, прическа, что ли? Да тут ещё. Причёшь, ничего не видно. Я лично не вижу ничего. Сзади да. Что-то там такая женщина. Потом же ха-ха. На спину поет. Потом же будет и макияж. Это тоже будет красота. День. Так, ты когда выйдешь? Самое главное в платье пробудешь. Выйдешь в прямой эфир? Конечно. Я думала в европейском квартале поставить где-нибудь. Ой, красиво. Слушай, мне прям очень нравится. Я могу повернуться? Нет, сейчас. Недоработки. Так и замуж не будешь. А, смешно. Нет, это да. Школу закончила и можно. Школа замужества. Кто хочет замуж, не пить. Платье, прическа. Юле и Яне. Да. Ну да, две недели назад восемнадцать исполнилось. Почему? Не замуж. Лёгкой руки. Мы подшаманим. Мы подшаманим. Как знаете, раньше к бабкам ходили. А сейчас приходите к ним в киянии. Мы поставим шар. Покажу и все. Это все постановочная съемка. Мы будем делать максимально натуральное, чтобы никто не подумал, что это подвох. И что, спустя год одна и та же невеста поместяла просто жизнь у сынника. Так мы будем два платьев этой тройки? Я думаю, два. Даже и короткое. Я просто думаю, есть интересные локации, чтобы поменять, например. Там недалеко от европейского. Вообще я три беру с собой. Я не знаю, там Марина у меня фотограф, она хочет побольше. Я думаю, если, грубо говоря, девочки другой не будет. Не, одна подошла. Всё, понял. Тогда надо локацию хотя бы поднять. Мы в этом квартале. Квартал или квартал? В квартале делали Ольга Швет. Знаешь Ютуб? Не, не знаю. У нее была съемка, я ее собирала. Я делала прическу. Там так красиво, они прям снимали как клип. Очень красиво. С чихотворением получается. На клип была наложена музыка и слова. Просто обалденно. Тут пишут, мне девочки замуж рановато, пусть сначала институт закончат. Я, если бы не знала, кто пишет, я бы подумала, что это мама. Это непонятное дело замуж. Я вот если бы по-настоящему замуж, то минимум через лет. Только не затягивайте. Просто я тоже затянула. Хотя и для каждого свое время. Кому-то комфортно и в семнадцатом. Кому-то комфортно в принципе. Ну да, вот у меня сестра в этом году пришла замуж и старшая. Сколько лет должно быть? Сейчас я скажу. Двадцать семь. И нормально. Нашла человека, с которым ей хорошо. Какой-то шла. Девочки, ну чего тут лететь? У меня подружка в 18 свадьбах играла. Очень скромная. Эта родила ребенка. Это был первый классный месяц. А на пятом она не родилась. Сейчас я очень рада. Ну знаешь, я как бы не переживаю. Больше на мои родители переживают что ли. Все желания родителей, на все праздники, я вам что-то встретила, что-то вышло. Бёрт, это плохой пример, зачем вам это писать? Пишет, отвечает Ирине, которая сказала, что замуж рано, он пишет. Ирина, я знаю таких, которые 17, 18, 19 лет выходили и забеременевали в этом возрасте, и при этом учеба им никак не мешала. Я бы каждому свое. Знаешь, в чем прикол? Когда мы первокурсники гуляли, где хотели, у меня подружка сидела дома с ребенком. Ирина, знаешь, что надо было, извини, что перебиваю, может быть... О, знаешь, что мы используем? Из твоего букета можно будет цветочки использовать? Да. В прическу это будет просто космос. Угу, откуда мне это слово появилось? Второй раз я буду на дворе. Вот эта античья престижка. Вот беленькая, которая. Просто, ну, это будет прям чуть полетись. Актуально. Да, мне сейчас очень удобно показать, как он выглядит. Но я могу только на ногу показать. Ой, кстати. Ну, ног же не будет видно, да? Ну, зима, зима. Зараз, чем ты, ведь ему кажется, ошей. Их, ты не знал, когда мы их делали. Актуально. Там у меня желтый педикюр я только сейчас понимаю. Актуально. Да. Актуально. Аня, тормозок. Актуально. Хорошее дело. А там где-нибудь, когда день семьи. Неверность его в нас. Он не такой, ну, кстати говоря. Ну, и сам. Нифига себе прикладочку. Я уже думаю, ой, конец причёски. Сочетай. Ну да, конечно. Смотри, у тебя тут будет начёсик на пудру. Поэтому лучше не вычёсывать, а уже при мытье волос он вымается лучше. Угу. Кажется, поможешь, чтоб мне правильный вопрос? Угу. Угу. Так, так. Новая рубрика вопросов. Петь никто не будет. Потому что это постановочная, это просто съёмка. Угу. 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 Ребят, давайте вы не будете там комплектовать всё. Угу. Приначе всё лукие между собой. А ты видишь, что пишет? Не, а вот эти? Вот это они-то. Вот так. Эля, а здесь много, да? Вольнее, да? Вот в прошлом месяце висело три или четыре объявления внизу. Видно, после вот этого вот всего люди поуходили с помещения. Ну я, у меня моя скидка делала. Делала? Да, два месяца я двенадцать вообще плачу. А так она по восемь брала. Ну, молодец. А вот я снимаю квартиру. Для прослата вообще. Где-то мне надо купить. Да. И я ей таком июль, не июль. Обычно я ей плачу в начале месяца и платила за просить компромисс. Мама. Ну она как бы ничего у нас не понимала. Мама. Вчера приезжала в Ростов. Была у нас съемка такая, ну, просто макияж. Девушка из-за жизни. Так вот эфир с макияжем набрал, ну, примерно двадцать тысяч просмотров, а сама съемка десять. Мама. И вот, мне кажется, народу интереснее вот такие разговоры вот какие-то, так, посмотреть за процессом, пообщаться, чем просто смотреть, как там. Какие-то за кулеси интересные. Ну да. Но удивление. Хотя мне казалось, что все в точности, наоборот. Ну да. То есть в таком формале тоже вы снимали, да? Время эфир, время макияжа. Да. Ну, много раз, да. Ну, у меня просто аудитория есть, люди есть, хотят эфира. А у меня очень мало времени, чтобы снимать, например, дома или еще что-то. Но дома как-то дела и выпиться в компьютер и что-то пытаться отвечать, это сложно. И чаще всего, ну, почти 80% съемок, да, это все обязательно в эфир идет. Мастер-полькмахер хороший, прическа интересная. Покажи, как получилось. Сейчас. Ну, могу показать. Сейчас. Тут, конечно, ничего не понятно, а пока еще... А, я вот в зеркало вот так вот побоком вижу. Но мне очень нравится. Ну, вот это вот все сейчас берется. А кто красил теперь? Сейчас вспомню. Девочка, да, если честно, впервые видели. Анна. Ой, не знаю, что зовут Анна. Уже не знаю, Анна. Да, я в основном, если и крашусь у кого-то, ну, когда у нас какие-то сессии серьезные, мы сотрудничаем с Диавой, Рей и Данианом. А, ну, это вот, который в прошлый раз, да, красиво? Да, да. С Ирой. Мы также как-то подружились и вот начали вместе работать. Я помню, какая-то съемка была, что даже Ира приезжала, нам прическу там помогала делать. Здравствуйте, да, проходят. Ну, там познакомишься. Да. Потом обязательно кто-то. А что, а контакт, он актуален вообще? Мне казалось, он просто... Ну, я не знаю, просто в Инстаграме у меня все глухо, я раз в полгода туда просто фотографии выставляю. Ну, то есть там... Может, один не так, да? Да, там у меня ничего нет. А как бы тут у меня есть группа в виду, и поначалу она была... Ну, я ее создала в шестнадцатом году, и в течение двух лет, наверное, если не больше, скорее трех, она была просто как... Я выкладывала туда свои рисунки, свое творчество, ну, и никому не было интересно. То есть были только друзья, прямо самые близкие, то есть 300 человек, а вот так в течение двух-трех лет. А потом в девятнадцатом году я начала снимать эфиры, ну, как-то случайно. Появилась же эта тема. Сними эфиры и так далее. Вот у меня в группе уже 3200, и в основном всем интересно смотреть больше эфиры. Ну, то есть какие-то такие... Я уже веду это как влог какой-то. А у меня ВКонтакте ни одной работы... Ой, ну да. У меня нет ни одной работы, мне казалось, что он неактивный, а оказывается очень неактивный. В общем, активно все. Да. У меня тоже. Ну, у меня в Инстаграм нормально работает. У меня мамочки вот так... Все очень даже активно через Инстаграм меня находят, там, на прокаты, на просилы, на свадьбе. Я недавно подписалась на 1.1. Как только подписала 1.1. Да? Да. У нее дочка... Конечно будет. И этот... И невесту уже так, потому что он у него... Платье у тебя очень душе. Да. Да. У тебя платье-то все. Тяжелый такой. Целыми днями и мечтами. Ну, нет. Целыми целыми силами. Главное, знаешь, вот как говорят, что ты не работал, и работа своей... Работа по душе. Я думаю, если это работа по душе, то это не важно. А ты... Когда сильно много заказов, и ты сидишь, и ты целый день вообще не вылазишь. Нормально начинает напрягать. У меня и лето-то я даже не видела. Я прям никуда не ходила, ни в чем все. Ну, надо как бы тогда... Ну, вот на море вырвемся. Знаешь, для удовольствия. Отдохнуть. Ну, понятно, что у тебя работа хорошая. Делая куча, я не знаю, но в центре поукру. Да ничего, я думаю. Тяжелый? Нет, приятно. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Тяжелый... 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 Зд culturally... Тяжелый... А вот чаще всего вот эти все прически, это какая-то отработанная схема или это просто полет фантазии, тогда было интересно. Но отработанная схема есть, естественно, правильно разделение волос всегда должно быть. Вот, все остальное, вот, например, сейчас я делаю укладку. Кто-то захочет вот мне точно такую, точно такой не будет. Разделение, да, по линиям нужно всегда делать. Но не всегда там определенные вряди положить вот так и вот так. Будет что-то под, ну, такая прическа, ну, не прям один в один. Не один мастер, не повторяйте. Я просто, я из тех людей, которые научились делать вроде как модель, как-то нормально, хвостик высокий и губочка, косичку иногда получается. Все, на этом все. Ну, то есть я сама себе сколько пытаюсь, но мне это очень сложно. И вот у меня, я чаще всего вот, грубо говоря, молодого человека просила расчет шею и заплетели. Понятно? Ага. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Они сначала вдвоем надо мной смывались. Ну, я помню, даже конкурсы устраивали. Из разряда один, ну, делят пополам, не волос. Один взлетет с одной стороны, потом в итоге режем и чикаем, потому что они то запутают, то еще что-то, то плетут сережками туда. Да. Ну, в общем, это было что-то счет. Вот. Да и интересно. sí. И еще. Троутора. Троутора. Ага, да, я правильно. Троутора. Ты мне в прошлом году у меня на рождении вдруг подарил. Выпрямите. Троутора. Я думаю, зачем мне это надо, если мы первые волосы? Ну да, добивать. Прикольно получается, если научишься. Да, и я решила, думаю, попробую. Ну, я посмотрела на ютуб, сейчас все будет. Поставила там градусы, написано, что берете прядь. Вот так наматываете, тянете вниз. В принципе, все то же самое. И, в общем, с одной стороны получилось как пудель, потому что я прям передикулярно опускала, и оно прям сильно. А с этой стороны, потому что мне неудобно рукой оттянуться, я же правша, они у меня красивые получились. Вот такие прям наискосок такие, прям красивые. Вот. И у меня с этой стороны идеально просто. А тут я левой рукой же так не сделаю, чтобы так же получилось. И вообще так. Я до сих пор не умею, сколько не пробовала. Спрашивают, чем волосы притрушивают. А это пудра, зеленая пудра. Вот. Зеленая пудра. Что? Раньше у меня была пудра Шварцко. Ну, так мне нравится больше. Мгновенный воздушный объем. Сталин. Она очень... Убра для всех типов волос. Да. Так как она очень мелкая, и не видно белого налета. Я смотрю. Из очередного обучения. Я не знала об этой пудре. Была проходила повышение. И вот многие селисты пользуются именно этой пудрой. Индивидуальное газовое давление. Еще больше преимуществ. Телефон утром 73. Телефон утром 72. Телефон утром 74. Ага. Вот ты сейчас чем-то расчесываешь, зачем-то так расчесываешь, зачем-то так расчесываешься, зачем-то так расчесываешься. Да, я раньше тоже не понимала. Я никогда не понимала смысл никаких вот расчесок. Полукруглые, ну то есть по всей. Полукруглые? Рашенькие, да? А не по кругу. Ну такая, ну такая лохматая, да? А-а-а, как скелет. Я спать. Есть такие расчески, которые только для кругматера, которые стрибуют. Которые моют волосы, высушивают. Я не стрибула. Я вот ей как-то тренировка. Только причастки. Только причастки это макияж. Ставь, тут что-то она не... Что? Она не слепляет волосы. У меня капус глина в районе корней слепляется. Э-э, кто? Пудра? Ну капуста, видно, да. Ну походу про кудру речь и... Пудра раньше я пользовалась капусом и мне всё нравилось. Но это не нравится больше. Нет, ничего не слепо. Прочесывать надо. Так же, как и лак. Если его много, его нужно просто вычислить. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 и так далее, говорит, неужели это ты, ну, это твой купальник, а та говорит, да-да-да, а Марина так и говорит, ну, да, я его носила, когда я была беременная, говорит, а вам, смотрю, хорошо подошло, брод, слушай, так причем они без смеха, вот, на полном сервере? На полном, абсолютно, и это в каждом слове, в каждой реплике какая-то, да, уколоться нужно было, и это вообще что-то с чем-то, конечно, слава богу, жених и невеста как-то к этому легче относились, да, и как-то нормально все. Кто-то говорит, Иван Дорн, это праздничный мир, совокупность вся, всё, что он бит, и вообще не дает, что вообще. Здравствуйте. Войте. Да. Тогда если все хорошо там, по-моему. Спасибо большое. Спасибо. Я пошла. Оль, просветал. Ну, когда окончание работы. Пьяный романтика. Пьяный романтика. Не все, да? Нет. А, достаточно. Что вообще такие были? Такие маленькие пряди. Прокуренные хаки. Я вырвали. Я, вырвали. Что? Все. 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 Все, да? Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ой, всё, это просто ничь. А давай я могу взять телефончик и захватить? Да, можешь, конечно. Сейчас я переговорю.